Не хватает этому вопросу, но есть проблемы, конечно. Ну, с самым самым. Сейчас России, конечно, принято, что происходит. Россия сейчас всячески хочет стереть весь свет наших... Патомир, вот в республике Адыгея уже пятый месяц не прекращается давление на черкейских активистов и бизнесменов, которые вернулись на историческую родину 20 лет назад. Вот как вы думаете, в чем причина? Причина в том, что Адыги не возвращались в своей исторической родине. И как бы вот эти препятствия, они доходят до тех стран, где проживают Адыги. Дело в том, что несколько месяцев тому назад ФСБшники, то есть ФСБ России, вспомнил тот факт, что 20 лет тому назад, которые были приняты в Российскую Федерацию, имеют как бы двойное гражданство. Вот сейчас они вспомнили об этом и говорят, почему вы имеете и турецкое гражданство, уже не имеете права по российскому законодательству. Но дело в том, что 20 лет тому назад они имели право, а то, что поменялось российское законодательство, ущерб репатрианту, это не проблема тех, которые вернулись, а проблема несовершенности российского законодательства. Почему они так делают? Потому что изначально Российская империя хотела черкесские земли без черкесов. Они думали, что черкесии уже не проблема. Но оказывается, черкесии оставались черкесами в всех странах и не только в Атаманской империи. И сегодня они заявляют о своих правах и хотят получать статус как изгнанного народа и народа изгнанника. То есть народ, который находится не у себя, не в родине. И если они получат вот такую оценку, то есть статус, что они, это адыги, то есть черкесии, народ изгнанник, то они будут поощрять свои права, и Россия будет вынуждена их принимать, потому что другой родины, чем Черкесия сегодня, насильственно завоеванная с Россией, у них нет. Но этими действиями они отбивают людей вернуться на исторические родины, правда? Да. И что интересно, они специально делают ущерб тем, которые как бы уже состоялись как репатрианты, которые имеют свой бизнес или свою специальность, которые не на чемоданах, а думают еще поощрять свою деятельность в Черкесии, в Российской Федерации, основываться и этим давать пример, кто желает возвращаться. А Россия как раз изгоняет из себя и делает изгоями тех, которые уже обосновались, чтобы другие не имели никакое желание возвращаться. Вот это, я думаю, делается специально. Как Вы думаете, кому выгодно это? Это Российской империи выгодно, потому что Российская имперская политика, она всячески против коренных считателей Северного Кавказа. Особенно пострадали, конечно же, Черкесии, потому что Черкесия – это, можно сказать, рай на земле, это побережье Черного моря, это очень богатая природа. Но они этого хотели без Черкесии. Так и случилось. Черкесия сегодня только остатки от Черкесии мы видим. А на самом деле, если взять ситуацию после Кримской войны, то есть в 1856 году, когда английские специалисты делали карту Северного Кавказа, то есть Кавказское Черноморье, где проживали Черкесии в 12 своих народностях, там видно, что эта страна переполнена населением. И для примера я могу приводить, что это даже страна по весу грузинского государства, потому что Грузия тогда насчитывала полтора миллиона человек в государстве, и черкесов тоже было полтора. Вы представляете, какой народ был фактически уничтожен? 90% убитыми или насильственно изгнанными. Вот к чему это все может привести? Это приведет к тому, что черкесское движение, национальное движение будет развиваться. Мы все знаем, когда что-то перекрывается, там каждым днем протест накапливается. Это сегодня в Турции, это сегодня в Сирии, но завтра это может случиться и в других странах, и многие хотят. Но вот российское законодательство в 2006 году, между прочим, после прихода власти Путина, ужесточило прием репатриантов. И как поправка российского законодательства гласит, что только те черкесы имеют право вернуться, возвращаться на родину, которые знают русский язык. Вы представляете, черкеса-эгиптянина, который будет знать русский язык, или черкеса-сердани, который будет знать русский язык. Русским языком они не владели, когда уходили, тем более сейчас они не будут владеть этим языком. Но я думаю, зная этого языка, Россия все равно не примет и скажет, что несовершенствует владеете российским и русским языком. Вот такая проблематика. Вот несколько сотен репатриантов, которые сейчас находятся в Кабарде, на Болгарии. Половина намерена переселиться в Адыге, где у них есть родственники и близкие. Но они предпочли сделать крюк через нач, потому что глава Адыге, Асан Тхакушинов, имеет репутацию противника, репатриарции в общем. Тхакушинов тут ничего. Тхакушинов, что скажут, то и будут делать. Дело в том, что российская имперская политика направлена к тому, что обособить Адыгею. То есть они никак не хотят, что черкесы проживали на побережье Черного горя. И, как вы думаете, Россия согласится принять новых черкесов, которые только в Турции составляют 5 миллионов человек. Это же живые черкесы, которые компактно проживают в Турции, зная свой язык, обычаи и имея менталитет черкесской, идентичность черкесской. И, между прочим, еще они имеют ощущение геноцида. То, что они жертва геноцида. Это стал одним из факторов, объединяющим фактором черкесского народа. Это ощущение чувства геноцида. Если я не ошибаюсь, был и некий скандал, связанный главой Адыгея Кокушинова с проведением Олимпийских игр и участием в Сочи-центре в Лондоне. Если вы помните, вот почему такая позиция у главы Адыгея? Потому что глава Адыгея тоже думает, что адыгейцы, черкесы – это коренной народ, который должен принимать и быть хозяевами Олимпийских игр. А российское имперское мышление доказывает обратное, что Адыгеи никогда не жили в Сочи, и это абхазские земли, и неужели абхазские, а даже казацкие. И символика, как Путин указал, будет не черкесской, а казацкой. И казаки будут принимать всех гостей. Их будет не меньше, чем 100 тысяч. Вы представляете, если 100 тысяч человек узнает, что это не казачьи земли, а черкесские. Это как раз большой подарок для черкесского движения, когда утверждают того, чего не было, и весь мир узнает о том, о черкесской проблеме. Вот это и доказывает лишний раз того, что российская, даже имперская политика, она несовершенствует. И в течение 300 лет они не могут придумать лучше, чем делать преграды и уничтожать. Их политика – это политика уничтожения. По примеру того, что нет народу и нет проблем. Вот создаются два негативных фона около сирийских черкесов. Один, который для российской власти и общественности, а другой, который более в толерантном государстве, у России, который относится к репатриантам, которые реагируют на любые колебания, исходящие от власти. Правильно же? Ну вот, смотрите, вы упомянули сирийских черкесов. Между прочим, там большое количество еще и абхазов, абазин. Они хотят вернуться. И что случилось? Если взять пример Багабша, ему было пять раз запрещено ездить в турецкую Абхазию, то есть те места посвящать, где проживают Абхазы. Но шестой раз он все равно туда поехал. Чем это кончилось? Через несколько месяцев не стало самого Багабша. Здоровый Багабш в очень затемненных ситуациях умирает. К чему это пример? Что Россия против возвращения и репатриации. Почему? Потому что российская политика 19 века, начала 20 века была политика изгнания аборигенных народов с Северного Кавказа и с Абхазии, с Грузии тоже. Жертвы мы имеем не только абхазцев, но и аджарцев тоже. Вы знаете, несколько десятков тысяч аджарцев были изгнаны из Аджарии, и они стали так называемыми мухаджиром. Мухаджир – это изгнание. Это жертва этночистки. А этночистку проводили российские генералы, а сегодня российская политическая элита ничего нового не придумывает, делает то, что было и то, что опробировано на Кавказе. Это убиение и переселение, народоубийство кавказцев. Вы как думаете, в будущем как будет развиваться вопрос репатриантов Республики Адыгея? Республика Адыгея, я еще раз хочу отметить, Россия не хочет рассмотреть часть Черкесии. Они хотят обособить эту республику от Кабарды и Карачаева-Черкесии. И, как вы знаете, они в совсем других округах находятся. То есть, не в одном федеральном субъектах они сегодня проживают. Кабарда, Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия – это северокавказский округ, а Адыгея совсем другому российскому субъекту относится. К этому как раз надо прислушиваться, потому что российская политика их отделяет друг от друга. И вы уже сказали, что они приезжают в Нальчик, чтобы вернуться в Адыгею. Почему им нужна вот такая перевозировка? Можно было бы сразу пойти туда, откуда они выходили. А выходили они из Адыгеи, то есть при Черном море, попережье Черного моря. Но этого нет. Они могут возвращаться не более год 150 человек в Кабарду. И они делают Адыгейцы, то есть, черкесы, которые были изгнаны из попережья Черного моря, они предпочитают сверва возвращаться сюда, в Кабардино-Балкарии, а оттуда как бы достичь те места, где они проживали 100-150 лет тому назад. Но этот процесс усилится, потому что изменяется мир, процесс глобализации естественен и необратим, и развал Российской империи тоже. Российская империя уже не та империя, не такая могущая империя, которая диктовала свои позиции всему мировому сообществу. Если она была первой и второй страной в протяжении нескольких десятилетий, то сегодня Российская империя даже в некоторых показателях меньше, чем десятая, то есть 11-12, такие места занимает. И тем более, несмотря на то, что Российская империя имеет кризис демографический, не хочет возвращать своих же соотечественников. То есть, если Россия думает, что Черкесия, они граждане Российской империи 19-го века, 20-го века и 21-го века, куда им идти, если не свою родину, которая сегодня находится в составе Российской империи, так называемой Российской Федерации. Вот Грузия признала гимнацием Черкеса. Вот как Вы думаете, в этом вопросе, что касается репатрианта, вот у Грузии какая должна быть позиция или отношение? Грузия может усилить свою черкесскую политику не только на Северном Кавказе, но и на мировой арене, потому что у Грузии есть рычаги, у него есть место в ООНе, у него есть место в Евросоюзе. Грузия как бы интегрированная страна в евроатлантических структурах и везде, где приходится общаться, Грузия имеет право поставить этот процесс, потому что этот вопрос, потому что Грузия граничит с теми народами, которые проживают на северном рубеже грузинского государства и для грузинского государства не безразлично, какая будет ситуация в будущем и сегодня уже на Северном Кавказе, потому что наши соседи на Северном Кавказе это не русские общины, это народы северокавказцы, это черкесы, осетины, ингуши, чеченцы и, конечно же, дагестанцы. Корректор А.Егорова